В преддверии субботника Госадмотехнадзор проверил состояние территории, на которые чаще всего поступают жалобы от жителей городского округа. В ходе рейда был выявлен ряд нарушений, на которые стоит обратить внимание собственникам организации, отвечающих за данную местность. Первым местом, которое попало в объектив фотоаппаратов сотрудников Госадмотехнадзора, стала территория филиала южных электрических сетей. Вдоль забора бутылки, бумага, рванные пакеты. Картина, мягко говоря, не самая приятная. За подобное состояние ответственность понесет МОЗ «Облэнерго». При назначении административных мер воздействия мы смотрим по тому состоянию, насколько территория замусорена, находится в ненадлежащем состоянии. В зависимости от кубатуры, от состава мусора, назначается конкретная статья закона Московской области, кодекс Московской области об административных правонарушениях. К сожалению, в Люберцах множество примеров замусоренности территории. И если на Котельнической это легкий беспорядок, то проезд вблизи Смирновской уже давно похож на свалку. Строительный и бытовой мусор, бутылки, автомобильные шины и битое стекло. Об этой местности говорили на минувшей планерке в администрации. Хозяйствующим организациям было поручено привести эту территорию в порядок. К сожалению, таких проблемных мест на территории Люберецкого района хватает. Нерадивыми пользователями, лицами, которые не хотят фактически вывозить мусор на полигоны. И сбрасывает мусор там, с грузового автотранспорта, где им это удобно. Таким образом, за состояние городского округа должны отвечать не только организации, но и сами жители. Ведь такие навалы мусора формируются за счет регулярного сброса отходов, который уничтожает не только эстетичный вид города, но и окружающую среду. На следующей неделе сотрудники Госадмтехнадзора произведут повторную проверку территорий. Если мусор останется на прежнем месте, к хозяйствующим организациям будут приняты меры административного воздействия. Кристина Моносорян, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ.